Всем привет! В эфире 119 выпуск видеожурнала «Время настольного хоккея». Вот и стартовал российский сезон. Первый этап Кубка страны по традиции прошел на берегах Океи и Волги в Нижнем Новгороде. Но играли его этот уикенд и в других местах. В Новосибирске Константин Орлов выиграл первый этап Лиги настольного хоккея Сибири. А соседем Новокузнецке на первом этапе Лиги ПРО первенствовал гость из Барнаула Александр Спирин. А также сегодня в программе. Латыш Миглиникс опередил всех хозяев на этапе мирового тура в Швеции. Интервью с победителем Райвисом Миглиниксом. Михел Коберли начал с победы поход за Кубком Чехии. Новая волна в хоккейном кафе «Ред Машин». Кубок по Волжье 2023 подарил массу сенсаций. Интервью с главным открытием Павлом Цизранцевым. Начнем с новостей из-за рубежа. В шведском городе Эребру 23 сентября прошел первый из двух шведских этапов мирового тура. Главный Шведиш Мастерс состоится в столице 10 февраля. В Эребру собралось 64 участника, но гостей всего шестеро. Трое норвежцев, человек мира Саймон Томас и два латыша. Один из них Лукас Юрко недели ранее в другой скандинавской стране Норвегии занял третье место. Но здесь ему не хватило одного очка для попадания даже в одну восьмую финала. В топ-16 собрался весь цвет нынешнего шведского нахока. Первую стадию плей-офф преодолели те, кто занял высшей лиги место выше. Единственным исключением стал Эдди Нильсон, который выбил Лукаса Густавсона. Хотя в этой паре я поставил бы на юного Нильсона. И Эдди доказал, что на данный момент он является главной молодой звездой шведского нахока. В четвертьфинале он одолел самого Оскара Хенриксона, бронзового призера чемпионата мира этого года. А на следующей стадии попал на нашего хорошего знакомого, Райвиса Миглиникса. Латышу повезло сеткой. Первые две стадии он преодолел без единого поражения. Обнаружив в соперниках по полуфиналу не Хенриксона, а Нильсона, Миглиникс был озадачен. Чем же Эдди оказался сильнее Оскара? И пока Латыш пытался это осознать, швед выиграл две стартовые игры. Проанализировав сильные и слабые стороны малознакомого соперника, Райвис перестроил игру и, выиграв четыре игры подряд, вышел в финал. А там его соперником ожидаемо стал сам Ханс Остерман. Только в одном матче более молодой Латыш явно перебегал ветеранистого шведа. В остальных поединках шла равная борьба. С трудом, но Райвис Миглиникс добился таки победы. Второй год подряд, взяв главный трофей в Эребру. Из Швеции перебираемся в Латвию, где проживает победитель отчетного турнира Райвис Миглиникс. Райвис, привет! С победой тебя на этапе мирового тура в Швеции! Год назад ты уже побеждал в этом городе Эребру. Он для тебя такой счастливый! Привет, Виталий! Да, получилось так, что второй год подряд получилось выиграть в Швеции, шведский тур в Эребру. Сказать, что было просто, я не могу, потому что так и не было. Ну и я не скажу, что это такой удачный город. Я бы сказал, что просто было такое стремление к победе. Сравни эти два турнира! В прошлом году даже было посложнее, потому что были сетки и ситуации, в котором я чувствовал не очень комфортно и мог даже проиграть в серии. Поэтому скажу так, что было очень одинаковое ощущение. Где вообще находится эта Эребру? Как туда добираться? Я лично просто полетел с Риги до Стокгольма, с аэропорта. И там просто надо было пойти 400 метров пешком. И как раз с метро можешь добираться до Эребру. Либо можешь с автобусом доехать, либо с метро. Ну там, в принципе, два варианта, такие очень выгодные, скажем так. Поэтому особо никаких проблем не возникло в этом плане. В Норвегию неделю назад поехало немало игроков из Латвии. А в Швецию вас выбралось всего лишь двое. Почему? Ведь в Швеции явно больше интересных игроков. На самом деле, я даже не могу ответить на этот вопрос, так как я этого не понимаю. Тоже, как и по ценам, так и по качеству турниров, конечно, в Швеции намного лучше. Но, наверное, это причина из-за того, что проводился чемпионат мира в 2023 в Норвегии. Они просто решили вспомнить ощущения. Я так только предполагаю. Мне очень сложно садить. Лукас Юрка в Норвегии стал третьим. А здесь только семнадцатый. В чём причина такого контраста? Он плохо выспался. Я не хочу оправдать его. Но это не самая лучшая идея. Когда ты едешь день перед турниром, в ночь едешь на турнир. Уже только с утра ты уже на месте. Поэтому, скорее всего, из-за этого. Я не могу объяснить логически, почему. Потому что он постоянно хорошо вроде как выступает. И вот так получилось, что он даже в лиге обыграл из топ-13 только одного игрока. Поэтому, как-то очень печально получилось. Да, но ничего. Будет готовиться на следующий турнир. И всё получится. Ведущих шведских игроков я разделяю так. Ханс Остерман – это прошлое шведского нахока. Оскар Хенриксон – настоящее. А Эдди Нильсон – будущее. Согласен со мной? Я согласен по поводу разделения. Но я бы хотел немножко коррекцию сделать. По поводу того, что Хенриксон является настоящим. В настоящее время. Я бы добавил, что он тоже считается как будущим. Да, он очень стабильный игрок. Очень стабильный. Но, тем не менее, он не выигрывал турниры, кроме Swedish Masters. Конечно, три раза было в тройке лучших и в чемпионате мира, и в чемпионате в Европе. Но, тем не менее, он не выигрывал турниры, кроме Swedish Masters. Поэтому, я бы сказал, что у него тоже есть где стремиться. Тебя удивила победа Нильсена над Хенриксоном? Да, это было как-то очень неожиданно и странно одновременно. Так как Нилсон явно... Ну, он только играет в своем атаке слева. И все. Даже нету там особого выхода. Поэтому мне очень сложно понять, как Оскар не справился. Хотя я тоже очень мучился. Но, тем не менее, не понимаю. Сам ты потом сначала обыграл Нильсена, а потом и Остермана. И Ханса, ты кажется, обыграл увереннее. Так? Да, вся серия с Нилсоном была сложнее, чем с Хансом. Это связано с тем, что я плохо очень начал серию с 0-2. И был шанс, чтобы я проигрывал по входу серии 1-3. Ну, немножко мне повезло в этом плане. Поэтому этого не случилось. И все было в порядке. И тем не менее, мне надо было очень серьезно поработать над своей тактикой. И я должен был ее поменять, чтобы выиграть серию. А с Хансом я чувствовал очень хорошо. Я знал, что и как он играет. Поэтому там не возникли никакие проблемы. Ну, так вот. Я сам был очень уверен, что я снова побежду в этом турнире. Спасибо за интервью. Дальнейших успехов. Пока. Очень спасибо тебе, Виталий. Пока. Следующая остановка – Чехия. 23 сентября состоялся первый этап Кубка Чехии. В турнире принял участие 41 игрок. Для начала из двух отборочных групп шло деление на две лиги. А затем из высшей 16 лучших проходили в плей-офф. В отсутствии ряда фаворитов во главе с прошлогодним победителем Кубка Патриком Петром, места в одной восьмой нашлись почти всем знаковым фигурам чешского нахока. Ну, а дальше уже по очереди стали отпадать динозавры. Милос Шевер, Вацлав Пикл. Павел Плешек дотянул до четверть финала. А там уже был уничтожен Михалом Боштиком в овертайме пятой решающей партии. Удивительно, но и более молодые ведущие чешские мастера быстро сошли с дистанции. Иржи Чилик стараниями Даниэля Матысика, а Кристоф Лебл от Матея Лежика. Лежик начинал играть еще в 2006 году, когда ему было 12 лет. Но, окончив школу, завязал и с настольным хоккеем. И вот такое чудесное возвращение. В полуфинале он встретился с Боштиком и уступил серии 2-3. Ровно 4 года назад Боштик уже выходил в финал этапа Кубка Чехии. И именно в этом же местечке Теплшовицы. И тогда уступил Лео Шехвижду. На этот раз мог оказать достойное сопротивление главному фавориту, чемпиону Чехии Михаилу Коберли. Третье место у Кристофа Херальда. Переходим к российским новостям. В петербургском кафе Red Machine 24 сентября состоялся любительский турнир «Новая волна». В нем приняло участие 13 дебютантов. Хватало и других начинающих игроков. Поскольку цель «Новой волны» – открытие новых имен в настольном хоккее, то частенько ареной для турниров становятся места массового скопления народа. Обычно это торгово-развлекательные комплексы. В этот раз было выбрано хоть и не самое проходимое место, но зато явно приближенное по тематике к хоккею. Кафе Red Machine, расположенное в хоккейном городе по соседству с Ледовым дворцом, где свои матчи проводит команда СКА. Интерьер кафе оформлен хоккейной тематикой. Амуниция, фигура хоккеиста, плакаты, рассказывающие о славной истории сборной СССР и России на чемпионатах мира и Олимпийских играх. За большим стеклом расположена ледовая арена, где весь день проводятся тренировки и матчи юных хоккеистов. Информация о турнире была размещена на медийных порталах хоккейного города, благодаря чему такой наплыв дебютантов – 13. И в основном взрослые участники. У многих дома есть стига или другие модели настольного хоккея. Вот и получили возможность помериться с силами с другими любителями. Соревнования поначалу проводились по круговой системе. 24 участника были разделены на две группы, где каждый сыграл с каждым, а потом по 6 лучших выходили в клэу. Явные фавориты со своими задачами справились. Юрий Паренец и Дмитрий Жеребятев, лидеры групп, выступили синхронно, набрав 100% очков. Да и разница приблизительно одинаковая – 59-9 и 68. Чуть не испортил статистику Паренцу Артем Луц. За полминуты до сирены Артем вел 2-1, но Юрий вырвал победу 3-2. Так и проявляются чемпионские качества. Новички смогли подвинуть некоторых юных игроков со стажем. Занимающиеся в детских секциях Андрей Васильев и Кирилл Антипенков пропустили выше себя Максима Кривогуза и Виктора Суслова. Максим с Виктором между собой разыграли последнюю путевку клэу. По личной встрече это право получил Кривогуз. Уже большего в этой группе ждали от Леонида Доставалова, который после дебюта на этапе городского чемпионата 2 недели назад стал активно посещать занятия в клубе «Ровесник». Отличный результат в этой группе показал дебютант Алексей Малышев. Если этот турнир стал дебютным в официальной карьере, то у себя на работе с коллегами по фирме «Луч» Алексей активно участвует в корпоративном чемпионате на «Стиге». Малышев занял третье место в группе. На четвертом месте еще один новичок Виктор Устинов. Начал турнирный путь Виктор с ничьи с победителем детского кубка в младшей категории Вовой Коршуновым. Дальше последовала шестиматчевая победная серия. И хоть под конец Виктор немного сдал, но в средний плей-офф пробился. В первой группе за вторую путевку в верхний плей-офф били сразу трое. Два Артема, Галицкий и Луц, а также Владислав Попов. Галицкий и Попов частые участники новой волны. А Луц уже сыграл даже на этапе чемпионата России, который в феврале проводился в городе Наневе. Галицкий смог обойти конкурентов, отправив их в средний плей-офф. И в нижнем плей-офф уверенно расположились Владимир Устинов и Вячеслав Доставалов. В этой группе играла и единственная девушка Диана Борщенкова. Ей удалось обыграть Артема Галицкого. После группового этапа были образованы три сетки плей-офф. В нижнем квартете с взрослыми конкурентами умело разобрался юный Петя Марченко, уже также начавший посещать занятия в клубе «Ровесник». В тройке призеров Владимир Устинов и Вячеслав Доставалов. Призеры получили сувенирные футболки от команды «СКА». В среднем плей-офф Алексей Малышев финишировал на мажорной ноте. В финале дважды обыграв Владислава Попова. Третье место взял коллега Малышева Артем Луц. И эта тройка ушла с турнира с памятными футболками. Занявший четвертое место Виктор Устинов получил журнал «Время настольного хоккея». Будет ближе знакомиться с нашей игрой. В полуфинале главного плей-офф Пойнец уступил в первом матче Коршунову 2-3, но затем взял убедительный реванш 4-0. После ничьи в первом матче Дима Жеребятев дожал Артема Галицкого 5-2. Бронзовую медаль получил Владимир Коршунов, дважды одолевший Галицкого 2-1-6-2. В финале также оба раза победил Юрий Поренец, во второй раз выиграв новую волну. Серебро у Дмитрия Жеребятева. Новая волна! Следующая новая волна запланирована на 22 октября. И надеемся, что она также пройдет в кафе «Ред Машин». Всем же понравилось? Кубком по Волжье по традиции стартовал Открытый Кубок России. 24 сентября на Нижегородском стадионе ручных игр прошел первый этап, собравший 42 участника. Сюжет о турнире был показан на местном телевидении. Я же для сюжета для нашего выпуска использовал видео и фотоматериалы, присланные непосредственным участникам этого соревнования Антоном Минеевым. Смотрим! На этот раз посещаемостью порадовала столица. Из Москвы прибыло 9 участников. Были также представлены Иванова, Курск, Киров и Жевск. Хозяева выставили почти всех действующих игроков, получив знатное пополнение в лице воспитанников секции под руководством Михаила Кеменова из областных Шатков. В Санкт-Петербург делегировал семейство Битяковых. Отец и сын показали отличный результат. Начался турнир с отборочной стадии. Потом лучшие отправились в две группы высшей лиги, а остальные в первую. В первой в лидерах оказались два нижегородца – Владимир Жаринов и Андрей Меличаев. Оба набрали по 15 очков, но по личной встрече выше оказался Жаринов, победивший оппонента 2-0. На третьем месте главное шатковское юное дарование – 10-летний Богдан Воронцов. После игр в высшей лиге формировались сетки плей-офф – главного и малого. Не все лидеры нижегородского нафока пробились в число 16 лучших. За призы малого плей-оффа отправились биться Ольга Глазунова и Сергей Калинкин. Оба преуспели в этом. Сергей взял золото, а Ольга – бронзу. С серебром уехал в столицу Владислав Момот. Главные события разворачивались, конечно, в главном плей-офф. И по сенсациям этот турнир стал лидером за последние годы. Во-первых, уже на стадии 1-8 финала выбыли оба главных лидера нижегородского нахока – Сергей и Александр Шикерины. Александру не дал разгуляться москвич Алексей Ромаренко. Периодически терпя крупное поражение, Рэм гнул свою линию и вытащил серию 4-3. Три розыгрыша подряд Александр Шикерин входил в число призеров. И тут вылет на стадии 1-8 финала. Но Шикерин-старший не менее сенсационно вылетел из турнира. Двукратный чемпион России в суперветеранской категории уступил дорогу Битюкову-старшему. Андрей на этой неделе удивил всех своей игрой на Кубке Невской лиги. Так что успех в Нижнем Новгороде не случайен. Причем в двух последних матчах с Сергеем он не пропустил ни одного гола, забивая 3-4. Отстаивать честь нижегородского нахока остался Павел Сызранцев. Там, где особенно на него никто не рассчитывал. В серии с Антоном Руненковым. Небольшие комментарии, чтобы вы в курсе были, почему столько шумик в зале. У нас получилось, что Павел Сызранцев вначале обыграл Антона Руненкова в серии. Чтобы было понятно, что парень уже давно к этой стадии подошел в готовности к таким соперникам. Москвич, вероятно, не ожидал, что уже на этой стадии столкнется с такими трудностями. И мысленно готовился к следующей серии с Петровым. Но и московский ветеран, вероятно, посчитал, что пересилит волшеского юниора. Дмитрий вел 1-0, 2-1, 3-2. И каждый раз Павел сравнивал счет в серии. А в седьмой игре поставил победную точку. Еще трое нижегородцев завершили свой турнирный путь в 1-8 финала. Александр Мещеряков уступил Дмитрию Петрову, Таисе Анкудимову, Юрию Простакову, и Семен Иванов, Андрею Пономареву. В своеобразном противостоянии Москвы и Нижнего Новгорода в 1-8 столица победила 4-1. Теле аудитории же была предложена серия москвича Владимира Орлова с курянином Вячеславом Потейкиным. За последний год из-за войны в Украине курские игроки оказались практически оторваны от больших всероссийских соревнований. И вот представитель Курска добрался до Нижнего Новгорода. Легенда Курского на Хока за 4 игры переиграл соперника. А на следующей стадии постарался угнаться за питерским юниором. Семен забрасывал больше и благополучно вышел в полуфинал. В полуфинал вышло 2 москвича и по одному питерцу и нижегородцу. Павел Сызранцев уже мог почивать на лаврах после побед над Друненковым и Петровым, но решил на этом не останавливаться. И раз уж игра идет, то пройти еще и Рымаренко, который в четвертьфинале не дал ни одного шанса Андрею Бетюкову. Павел был более заряжен. Рэм навязывал свой неспешный хоккей, но и реализация хромала, и ошибок было на удивление много. Сызранцев управился за 4 игры. Юрий Простаков в овертайме одержал одну победу для престижа, но в финал ожидаемо вышел Семен Бетюков. Простаков утешился бронзовой медалью, переграв Рымаренко 3-0. Сдержать натиск Семена Бетюкова Павлу Сызранцеву уже не удалось. 4-1. Если москвичи действовали больше по классике, то питерский юниор проходил обучение в школе Скоробогатого, а в ней главное – скорость и разнообразие. Стор invert. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ovy Q2 икиниор Спустя два года Семен Бедюков снова выиграл главный трофей по Волочи. Второе место. Подкропки и овансы. За войну Павел Сызовцев Нижнего города. Это плавная сенсация. Ну и очень неожиданно, очень неожиданно первое место заявала третья ракета «Скопион» города рейтингом Семен Бедюков, город Санкт-Петербург. Оцените! Семен Бедюков! Всем пока! Приезжайте! Спасибо, что были у нас! Следующий этап состоится в Петербурге 4 ноября в гостинице «Охтинская». У Семена я не раз уже брал интервью, да и видимся мы каждую среду на этапах Невской лиги. Так что мне интереснее было бы поближе познакомиться с главным открытием Кубка по Волочи 2023 Павлом Сызранцевым. На связи Нижний Новгород. Павел, привет! Поздравляю тебя с такой успешной игрой! Здравствуй, Виталий! Рад оказаться в твоем новом выпуске. Что это вообще такое было? Как тебе удалось в плей-офф выбить подряд столько звезд российского нахока? Что это было? Как говорят в большом спорте, это была история. Перед самим турниром было какое-то предчувствие? Нет, никакого предчувствия совершенно не было. Более того, я хотел успеть переехать домой к пяти и даже планировал, чтобы посмотреть выездную игру торпеда. Как-то по-особенному. Ты готовился к Кубку? Хорошей тренировкой был Кубок Нижнего Новгорода за неделю до этого турнира. Он вел меня, так скажем, в тонус. Смог я проснуться после межсезонья и вот прийти с новыми силами уже на Кубок по Волжье. Ну, давай по порядку. Групповую стадию ты отыграл не очень мощно. В своей второй полуфинальной высшей лиге ты занял всего лишь пятое место. Из первой восьмерки, которая выходила в плей-офф, ты обыграл своего постоянного соперника Семена Иванова. То есть, никого из звезд зацепить не смог. И потом такое сказочное перевоплощение. Сразу скажу то, что задачу минимум на высшую лигу я выполнил. Заняв пятое место, я не играл с восьмым против первого, что позволяло мне бороться в плей-офф дальше. Возможно, стоило цеплять очки с более сильными соперниками, но пятое место не выкидывало меня из борьбы. И на первой же стадии серии плей-офф тебе попался один из главных фаворитов Антон Руненков. Правда, Антон тоже не блеснул в отборе, занял только четвертое место в своей группе. Может быть, он был не в лучшей форме в этот день? Как прошла ваша серия? На серию с Антоном меня очень сильно зарядила Ольга Глазунова. И, возможно, благодаря ей, ее настрою, у меня получилось выиграть четыре матча. На первой же стадии игр на вылет Нижний Новгород лишился двух главных своих лидеров – Александра и Сергея Шекеринах, которые нередко добирались до призовых мест Кубка Поволжья. Ты в одиночку остался представлять хозяев. Чувствовал какую-то ответственность? Чувствовалась не только ответственность, но и, самое главное, поддержка всех игроков Нижнего Новгорода и друзей из Иваново. А также Сергей Шекерин, Роман Аганевич давали стельные советы, которые мне удалось воплотить в игре. В четверть финале тебе достался другой фаворит – Дмитрий Петров. Перед серией с ним он тебя похвалил за победу над Руненковым, но, кажется, думал, что с ним такой фокус не пройдет. Возможно, соперники недооценили тебя? Совершенно не знаю, что было в мыслях у моих соперников. Наверное, потому что у меня в мыслях было одно – это выйти и выиграть каждый из мальчиков. После скоростного Петрова тебе достался замедленный Ромаренко. Но ты ловко подстраивался под каждого соперника. С Петровым ты забивал часто с таких скоростных комбинаций, с крайних нападающих на центр. А Сармаренко больше пользовался статичными ударами – либо миликангасами, либо простыми выходами. Чей стиль тебе оказался удобней? Думаю, по счету в серии. Понятно, чей стиль оказался мне удобнее. Что могу сказать точно, так это приходилось подстраиваться под каждого из игроков. Итак, ты в финале. Позади ряд поверженных звезд. Не было ощущения, что уже перевыполнил план. Оставались еще какие-то эмоции на финальную серию с Семеном Битяковым? Как будто бы все силы эмоций к финалу уже были растрачены. Потому что позади были очень тяжелые три серии. Поэтому на игру с Битяковым осталось совсем немного силы. В чем сила Семена? На мой взгляд, Семен очень техничный игрок, который реализует практически каждый свой момент. И мне стоит этому у него поучиться. После такого удачного старта нет намерения побороться за главные призы всего Кубка России? Конечно, хотелось бы бороться за призовые места во всем Кубке России. Но получается так, что география турнира не совсем неудобна. Поэтому надеюсь, что смогу принять участие еще в зачет Кубка России в городе Иваново. И, возможно, в Ревде. Спасибо за интервью. Пока. Настольно-хоккейная жизнь бурлит, даря нам яркие эмоции. До встречи за игровыми площадками. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok